Значит, у нас есть ряд, который мысль выстраивает из отношений с собой. Мысль относится с собой, второй раз относится с собой, третий раз относится с собой. Всё это выстраивается в ряд. Всё это несёт тот смысл, что мысль сознаёт себя, причина себя. И одновременно причиняет себя. Сознаёт себя кауза своей и является каузой своей. То, что ячейкой этого движения является отношение мысли с собой, это понятно. Не совсем понятно, каково смысл отношений между отношениями. Как мы говорили в прошлый раз, раз они устраиваются в ряд, то отношение между ними тоже должно быть отношением тождества. И вообще, отношение между отношениями тождества, наверное, может быть только отношением тождества. Но и не может быть отношением тождества, потому что оно ничем не отличается от самих отношений, отношения между которыми оно служит. Потому что, с одной стороны, это кажется логичным, что между отношениями тождества может быть отношение тождества. С другой стороны, это кажется невозможным, потому что оно должно чем-то отличаться, чтобы быть отношением между отношениями. И сама эта ситуация существует только при условии, что это вот выстраивание в ряд отношений тождества продолжается. Покуда оно продолжается, действительно ряд существует. Как только оно становится непонятным, тогда и становится непонятным, собственно, каково отношение между отношениями тождества. И, наконец, если мы поймем, эксплицируем это отношение между отношениями тождества, то мы, наверное, действительно можем сказать, что мысль сознает себя причиной себя. Потому что пока это отношение неэксплицированное, отношение между отношениями тождества неэксплицированное, то мы как бы и не понимаем, как это происходит. Получается, что, скорее даже так получается, мысль является Као Засуи, но не сознает себя Као Засуи. Потому что, еще раз, пока мы не понимаем, каково именно отношение между отношениями, мы не понимаем, как, собственно, происходит это выстраивание в ряд. Оно происходит. Это интуитивно достоверное обстоятельство. Но мы не сознаем, как именно, каково механизм движения и удержания этого ряда. Поэтому, если мы возьмем два отношения тождества, стоящие рядом друг с другом, как бы ячейку этого движения. Ячейкой является не одно отношение, поскольку отношение удерживается и выстраивается в ряд, то единицей ряда, видимо, является отношение двух, или стояние рядом двух в отношении тождества. И наша задача – эксплицировать это отношение Е между отношениями, то есть делать его определенным. Вне движения, еще раз скажу, вне движения выстраивания единого ряда, одновременной данности, все больше и больше числа отношений к тождеству, вне этого движения мы уже не можем говорить, что между отношениями, ну, видимо, не можем говорить, что между отношениями тождества имеется отношение к тождеству. Оно, по крайней мере, требует экспликации. Как возможна эта экспликация? Она возможна тем способом, что это отношение Е между отношениями, не знаю, как его назвать, потому что утомительно повторяется отношение Е между отношениями, но я могу назвать его гиперотношение, или там, какие-нибудь еще, ну, ладно, вообще, не в этом дело. Это отношение опосредует. Опосредует эти два отношения, есть два, стоящих в ряду. Мета-отношения, можно сказать. Ну, да, самое удачное было бы мета-отношения. Но это, если по смыслу, то это опосредующие отношения. Есть отношение тождества, есть другое рядом стоящее отношение тождества, и то, что их связывает, это то, что их опосредует. И вот это опосредование, то есть опосредующее отношение, это более удачное, потому что раскрывает смысл этого слова. Слово «мета» ничего, собственно, не говорит, кроме, собственно, слова «опосредование» говорит. И если между, если вот это опосредующее отношение надо эксплицировать, ну, потому что действительно не получается. Отношение тождества опосредует два отношения тождества. Вот оно как раз не опосредует, оно должно добиться того, чтобы было опосредование. Для того, чтобы это опосредующее отношение было опосредующим отношением, оно должно быть определенным отношением. И оно должно в самом себе заключать определенность, то есть различенность. Как я рисовал в прошлый раз, есть вот отношение тождества, рядом стоящее отношение тождества, опосредование, которое пока оно не определенное, опосредованием не служит. Но чтобы оно стало определённым, оно должно внутри себя быть развлечённым. То есть оно должно иметь вид опосредования х, если более точно, опосредования отношением х и опосредования отношением у. То есть в результате в качестве опосредующего является отношение отношений. Но в таком случае то, что опосредуется, принимает вид именно такого отношения, которое было задано опосредствующими отношениями. Если опосредствующее отношение делится на отношение х и отношение у, то и опосредуемые отношения отношения принимают вид отношения х и отношения у. Так, по крайней мере, у меня... да. А не получается ли так, что из-за того, что мы берём отношения к отношению, тут возникает некоторое родное предмечивание отношений первого? В этом же проблема, на самом деле, что... А не получается ли так, что просто на новом уровне восстанавливается просто то же самое предыдущее отношение? Потому что, как бы, чтобы удержать отношения, оно может быть опредмечено, как у вас сейчас, и Y или X, и оно уже остается. То есть в этом проблема, на самом деле, состоит, что отношения более высокого уровня всегда требуют опредмечивания того, что соотносится. Вот, Булат, вот... Мы уже сказали в прошлый раз, что вместо Y стоит Aya и It. Устройство языка именно таково. Язык – это отношения. Я уже, кажется, в десятый раз скажу, причём к собственному удовольствию скажу, что морфема не является частью слова, а является отношением слов. Фонема не является частью морфема, а является отношением морфема. То есть в языке есть отношения, в языке нету, язык не предметен, нет частей. В свою очередь, слово не является частью предложения, а является отношением предложений. Но всё же у нас эмпирически-то бывает такое, что когда морфема нам дано, как и слово нам дано, как слово. Понятно, что, чтобы получить слово, нам надо иметь и отношение предложений, как получить морфема, как отношение различных слов. Это тоже понятно. Но а же если всё-таки эмпирический факт. Когда весёлая, когда бежит, когда сидит, когда... Вот с этим-то как бы... Ведь она уже и удерживается в качестве самостоятельного слова. Весёлая удерживается, удерживается. Бежит, удерживается, удерживается. Олег Михайлович утверждает, что не удерживается. То есть ты подразумеваешь, что есть вот многообразие, вся совокупность, вся толщина, тотальность всего языка. Нет, я только хочу сказать, что у нас всякий раз, тем не менее, локальность является эмпирической реальностью. Ведь если, по сути, в морфеме есть отношение слов, грубо говоря, и слово есть отношение предложений, то, по сути, да, то эмпирические, то есть локально, они удерживаются, как мечта локальная. Знаете, весёлая и бежит удерживается как критикаты. Критикаты они сколько угодно могут удерживать. Просто два разных критиката. А то, что ай-ид не удерживается, оно удерживается только в отношении между собой. То, что одно прилагательное, а другое... Что делать язык говоримый? Язык конкретизирует критикацию. Когда вы говорите, что эмпирически дана весёлая, она эмпирически дана как критикат. То же самое и бежит. Эмпирически дана как критикат. Он удерживается, он устойчив, как всякий критикат. Но как глагол, он существует лишь в отношении к прилагательному. Как прилагательное, оно существует в отношении к глаголу, к наречию, к местоимению, ко всему прочему. В этом смысле оно же получается, что существует как глагол, оно в неком логическом отношении. Не эмпирически, а логически. Мы же, если у нас много других слов, в том числе и прилагательных, то мы понимаем, что перед нами глагол. Но с другой стороны, есть же всё-таки некая эмпирика единичности этого слова. Бежит или что-то ещё. Или нет такой эмпирики. Я утверждаю, что нет. Когда вы говорите об эмпирике, вы говорите о предикатстве. Я говорю о привычке. Привычке понимать, что это может существовать самостоятельно. Да, но тем самым вы невольно придаёте ему вид простой предикации, без развлечения грамматических форм. Прекрасно удерживается. И весёлый, и бежит, если только это предикаты, а не глаголы прилагательные. Не I eat. А глаголы прилагательные образуются таким способом. Сначала признаки, языковые признаки, языковые средства, а затем уже определение в качестве грамматической категории. Ну, собственно, грамматическая категория в признаках существует. То есть сначала I eat, а потом уже весёлые бежит. Вот есть же вот определённого рода когнитивный диссонанс, да, в следующем. Мы понимаем, что мелодия, она не удерживается в любой из своих моментов. Да, мелодия – нечто развернутое во времени. Ты-ды-ты-ты-ты. А если мы находимся в какой-то точке, то мы не знаем, что такое мелодия. Но с другой стороны, мы как-то почему-то думаем, что слово самостоятельно удерживается, в отличие от мелодии. Вот в какой-то точке. Она берётся и удерживается. Мелодия, что получается, не удерживается даже в качестве продиката? Да, я продолжаю свою линию. Может, всё в чём-то непрасно, пока сам не вижу. Не вижу в чём. Конечно, музыка не имеется в качестве своей предпосылки к субъектам продиката. А язык имеет. Поэтому она может удерживаться, а музыка нет. Музыка выше языка. Ну, это несколько поэтическая, в дерзкое высказывание. Главное, ничем не оправданное, с моей стороны. В общем, это иное нечто, чем язык. Да, то есть получается, что в музыке есть отношение, но это отношение строится без субъектно-предикативной формы, которая присуща внутреннюю языку. Ведь в музыке действительно есть отношение, как и оно есть и в языке. Но язык в том числе внутри себя имеет субъективно-предикативную функцию, а музыка не имеет. Совершенно согласен. На скидку. Это наш прошлый семинар был по вашей концепции языка. Мы это обсуждали. Мы рассматриваемся между музыкой и языком. Меня, кстати, тоже тревожит этот вопрос, но я за него не брался. Ну, раз у нас есть по отношению к субъектно-предикативной форме два таких различных способа обстояния дел, как музыка и язык, то есть ли какой-нибудь еще третий? Вот математика в этом случае, они говорят как об языке, а на что тогда? То есть три фундаментальных способа описания мира. Музыкальный, просто обычный язык, то есть лингвистический звучащий, фонетический какой-то, еще и математика, которая для чего-то является естественным, непередаваемым, эффективным языком. А ее место каково в этой структуре математики? Ну, вы помните мое рассуждение про отрезки? Да. Вот в геометрии признак неотделим от того отношения, признаком которого он является. Не знаю, как в музыке. Наверное, тоже неотделимо. Если один звук выше другого в два раза, то выделить это в два раза какой-то отдельный звук, то есть как-то выделить из отношения звуков, не знаю, можно, нельзя, это просто не могу сказать. В языке совершенно определенно признаки существуют сами по себе. Ая – это признак прилагательного, и все, все равно какого прилагательного. Этого нет в геометрии, я думаю, поэтому, поэтому только я думаю, что этого нет в математике вообще. Это признаки языка и только языка. Какой-то там Ая, которая всегда независима от того, в чем она участвует, означает одно и то же. Наверное, в геометрии точно нет, судя по примеру с отрезком. Наверное, математика вообще. Ну, с математикой дело непонятно, но непонятно, как за это брат всегда. Интересно, что у математики тоже есть расширение логики, но другое. Да, расширение, конечно. То есть у нас есть расширение логики с помощью языка, обычно у нас, да? Есть расширение логики с помощью математики. Да, интересно, что музыка как раз не является расширением логики. Оно, с одной стороны, заимствует у языка структуру отношений, но при этом не является логическим ее расширением. Вот так получается. А математика, получается, То есть она что, утрачивает, быть может? Получается, что она утрачивает вот эту структуру языка, оставляет... Структуру в такие неточности, да? Да. Творичность, утрачность... Да, она ее утрачивает и получается полностью переходит в онлогике. Вот так, да? Оставайся языком. Все-таки. Ты про музыку? Нет, про математика. Про музыку, да. То есть там как бы язык, он уходит ближе к логике. Да, допустим, поэтический язык уходит ближе к музыке, я так понимаю, да? Да. Поэтический язык больше к логике. А математический язык больше уходит к логике. То есть есть возможности, куда развиваться языком. Ну, вот вы говорите, что одно, что расширение логики, а другое, что вы говорите, что он возвращается к логике. Он не возвращается, а он как бы расширяет, но все-таки со стороны логики. У нас получается, что логика как-то завершается, как бы идея... Я бы вот это дело так сказал. То есть он превращает эмпирическую данность в отношении ая, допустим, да, порождающие отношения ая. Она с этим как раз не работает. Она пытается на уровне логических конструкций соорудить эту самую ая из подручного материала. То есть она вот это отношение ая конституирует на логическом языке. Отсюда получаются сложные вот эти математические конструкции, типа предела, близости, дальности, там... Конкретизация в логических отношениях. В логических отношениях. То есть это попытка высказать вот это ая, то есть это отношение, в логическом способе. Вот так я пойду. Ну да, понял. Я не могу извинить. Отсюда вот такой сложный понятийный аппарат, да, получается? Ну, это можно обсудить, если вообще эти возможности не втолковать и остальным участникам. Ну, смотри. Да, подумайте, если это возможно, донести до простых нематематических смертных. Да, с музыкой проще, потому что мы меньше знаем, да. Ну, раньше я считал, что человек не может перейти к философии, если он сначала не изучит математику вообще-то. Так что математический смерт существует. Не математический смерт. Вообще-то любой философ должен знать математику. Да, математику и геометрия, да, Михаил? Вы можете не стесняться, мне сложно знать геометрию. Ну, и какой-то резкий. Мне кажется, геометрия не дойдет. А вот сейчас под геометрию понимался математикой. Ну, именно, под математикой тогда понимался. Вот так скажу. Ну, я так, в общем, храничивался в более того, геометрии трех адресков. Да. Даже уже... Ну, да, трех, все-таки трех, да, адресков. Ну, хорошо, значит, язык это действительно сфера, такая сфера, где нет частей, то есть это не отношение между частями, а просто отношение. Не возможно оставлять. Поэтому, когда мы говорим о посредующих, о посредующем отношении, которое имеет вид отношений и отношений, отношения икс и отношений икс, и тем самым они определены через развлечение внутри, тем самым это посредующие отношения, первоначально не не рефлектированное, не эксплуицированное, оно производит развлечение внутри себя, и это развлечение можно сделать только посредством языка, потому что в языке нет частей, есть отношения. Частей. Мосфема — это отношения слов. Вроде бы есть отношения слов, но как бы самих слов нет. Если мы обратимся к Морфеуму, то их отношения — это фонемы. Мы имеем ситуацию отношений, поэтому вроде бы мы избегаем этого опредмечивания. Я понимаю ситуацию, что этот уровень возвращает нас к этому, бесконечность уходим, все те же отношения. У нас язык — такая извините за выражение, стихия, что там еще раз нет частей, а есть отношения частей. И это позволяет нам произвести вот это искомое развлечение внутри последующего отношения. Это не отношения между отношением Х и отношением У, а отношения Ая и Ит. Ая-Ая. поэтому если говорить об посредуемых отношениях, то получается, что одно из них будет отношением Ая, Ая-Ая. А второе будет отношением Ит-Ит. Ну, или просто отношением Ит. Вот если будет отношение Ит, то понятно, что предполагается Ит-Ит и Ая-Ая. Если мы предметно обратимся к предметам, которые соответствуют к вещам, которые соответствуют вот этому первоначальному в ряд стоящим двум отношениям Тольжества, мы увидим два предмета, которые соотносятся по двум парам свойств. У нас две девочки по субъекту, одна веселая и бежит, а другая грустная и сидит. Это до того, как мы проделали вот эту последнюю процедуру развлечения в опосредующем отношении. После того, как мы проделали эту процедуру в опосредующем отношении, и теперь у нас отношения тоже, если мы приняли вид Ая-Ая-Ит-Ит, то и наши две девочки, наши две вещи помните, отношения двух вещей являются субъектом, именно отношения двух вещей являются субъектом, и этот субъект раскрывается в сравнивании двух пар, как минимум двух пар свойств. И мы как раз вроде получаем то, что требовалось. то есть если мы развернули первоначальные отношения, первоначальный ряд стоящих двух отношений тождества, потому что мы ничего о них не знали. Этому соответствуют две девочки с предикатами. Одна веселая и бежит, другая грустная и сидит. А если мужского рода не девочка, а мальчик? Одна веселая, а другой грустный. Или это придирайся? Тогда нам просто придется развернуть скажем по роду и по свойству. Просто развернуть. Веселая девочка и грустный мальчик. Девочка бежала, а мальчик бежал. Тут еще и по времени нужно развернуть. Я не вижу принципиальных. Я не проделал такие конкретно повороты. Я стою на уровне трех отрезков и двух девочек. Но так интуитивно я не вижу. Почему бы не развернуть? Рот свойство действия развернуть скажем мне свойство рода. Веселая веселый. Не все. Так вот разумеется рода три поэтому разворотка не из двух а из трех. получается что? Получается что вот эта ситуация у нас было просто в ряд стоящих два отношения тождества до того как мы занялись последующим отношением. Ему соответствуют два субъекта две девочки у каждого просто по два притеката. Одна веселая бежит другая грустная сидит. Когда мы подключили язык и последующие отношения развели и определили что это отношение на самом деле является отношением отношений. И эти вновь полученные последующие отношения дают свое именование прежним отношениям тождества стоящим в ряд. Мы поршили доску как раз сейчас удобно и то преобразовалось и предметное отношение. Мы теперь говорим что девочка веселая девочка грустная это не просто отношения по предикатам а это отношения добавляем только добавляем не только отношения по предикатам как думали раньше а отношения по свойству прилагательным а девочка бежит девочка сидит это не просто отношения предикатов как раньше было а отношения по действию глагол получается некая на мой взгляд получается некий узел это вот веселое грустное бежит сидит это некий такой смысловой узел который можно двигать в разных направлениях его можно продвигать по горизонтали то есть брать третий предмет и тогда все снова превратится в предикаты поскольку этот переход к третьему предмету не опосредован новым грамматическим построением можем двигать к новому предмету который просто обладает опять некоторыми предикатами а можно в каждой точке этого горизонтального движения двинуться вертикально то есть настроить язык показать что не просто предикаты соотносятся попарно а происходит уточнение предикаты соотносятся не просто попарно а по скажем свойствам по действиям по родам по временам по падежам по возвратности и так далее то есть можно устраивать в эти можно расти вертикально можно расти горизонтально можно увеличивать количество предмета можно увеличивать количество грамматических форм которые мы задействуем для для этого построения чем длиннее горизонтальная линия добавился мальчик чем выше вертикальная линия здесь уже не просто две девочки по родам их никак не не соотнесешь добавился мальчик соотнесли по родам добавилась память там девочка бежала соответственно выстраиваем вверх по временам не просто одна бежит другая сидит одна бежала ну и так далее веселая девочка бежит потому что ей бежит грустная девочка сидит потому хотя ей не сидится здесь в первом случае потому что а во втором случае так называемый уступ то есть несмотря на то что хотя вот это тоже грамматическая пара потому что хотя такими конструкциями как смеркалось вот поэтому я с филологами не разговариваю было просто мы поднимаемся не сверкалось то что-то сверкалось нечто можно сказать пасмурно просто непонятно что некое выражение состояния не Lean не пасмурно это просто не раздёрнутая что погода пасмурна да просто подразумевает что такая листа погода и пасмурно пасмурная это погода или настроение то наверное можно так разворачивать то есть просто недоговоренный субъект или подразумеваемый ну да эти ответы все очевидно также это же по поводу твоего слова Смеркалось как раз и замечательное стихотворение. Смеркалось, как там, робкие хорьки шныряли постоянно. Смаркалось. Да. А, смаркалось, да, смаркалось. 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 А, смаркалось. А, варкалось. А, варкалось, да. Вот смотрите, что там дело. Да, шарьки и шальки. Порялись понове. А, понове даже, да? Да, и хлюкотали зеленяки, как мумзики. Как мумзики в мове. Убойся бармаглота сын. Он так свиреп и дик. А в глущи орешки тисполин, злочастный. Как он там? Брандаш? 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 Ну, это наша глухая худра. Да, это как раз на наш, да. Нам помогает вот это. Потому что вот законченное стихотворение, обратите внимание, но в нем каждый субъект полностью лишен какого-то смысла. Там просто нет отсылок. А стихотворение есть. Убойся бармаглота сын. Сын – вот это единственное слово. И бойся, которое можно как-то узнать. Вот так свиреп и дик. И главное, что нам говорить на самом деле. Нам понятно вроде как. Да. Самое главное, оно поэтично в достаточном смысле. Что-то нам говорит. То есть вот здесь четыре человека сидят, и все его практически знают наизусть. Кстати, вот эта игра языковая, как раз она только по-моему должно как-то на это понимание начать. Что иезуик, даже не отсылая к чему-то, сам по себе уже создает нечто, да, реальность. Вообще безотносительный предмет. И так, у меня пока получается вот такой вот узел смысловой. Два стоящих в ряд. Два стоящих в ряд отношения мысли с собой. Им предметно соответствуют две вещи, соединяющиеся свойствами попарно. И мы можем двигаться горизонтально, как мы и делали. В ряд выстраивать отношения с собой. И, соответственно, в ряд выстраивать отношения вещей. Вещь есть-есть, вещь есть-есть, вещь есть-вещь 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 есть-вещь. Дальше по свойствам их конкретизировать. И это будет, как сказать, предметное или условно-горизонтальное движение. А можно это отношение мысли с собой, стоящее в ряд, остановить. И вырасти условно-вертикально. То есть придать драматическую форму. Тогда, опять же, надо только повторить, что девочка веселая и грустная, это не будет отношения по предикатам, будет отношения по свойству, прилагательное. А бежит, сидит, тоже не будет отношения по другому предикату, а будет глаголом. И помидор зеленый и круглый, а огурец, то есть помидор красный и круглый, а огурец зеленый и продолговатый, не будет просто отношения по парных взятых свойств, а будет отношения только по прилагательному. Что предполагает, конечно, что где-то есть отношения по действию. Например, помидор висит, а огурец лежит. Движение либо в рост грамматический, либо в предметный рост. Вот такая картинка пока у меня складывается. И они разумеется взаимосвязанно, как я уже сказал. Чем больше предметов, тем больше возможности грамматического движения по вертикали. Но они как бы вот, как горизонталь и вертикаль, они не зависят друг от друга. Ну как, зависят опять, как я уже сказал, зависят друг от друга. Еще одно я хотел заметить. Когда мы различаем опосредующие отношения на отношения ая-ая и ит-ит, то надо иметь в виду, что оно становится первым. То есть мы сначала различаем отношения по свойству и по действию. То есть сначала грамматическая форма ая-ит. А затем мы говорим, что девочка веселая, грустная. Девочка бежит и сидит. Сначала это верхнее отношение, оно становится причиной. Естественно, оно становится причиной, но раньше только оно дает имя отношениям, торжественную мысль. Само отношение к торжественной мысли превращается в отношения ая-ая и ит-ит. А предметы, то есть как бы эмпирически это выражается в том, что мы сначала определяем грамматическую форму, то есть грамматические средства, которым задается эта грамматическая форма ая-ит, а затем уже говорим веселая, бежит. Веселая грустная, бежит и сидит. Первенство за грамматической формой, за грамматической формой. Все-таки можно ли считать язык чистой формой? По сути, как бы язык в внешней мере предметы не нужно. Чистая форма, форма воплощения. По сути, как-то да, мы вот тоже, наверное, на семинаре говорили об этой лимбовище. Насколько язык может как бы потерять мир? Что делать? Потерять, потерять. Как нам в этой ситуации грамотно потерять мир? Ну, собственно, лингвистическая философия потеряла тогда. Да, хотелось бы. Она потеряла, она сказала, что язык это все, что есть. Как-то у нас, да, а мы его потерять-потеряем. Не получается потерять его совсем. Ну, там через логику как-то связано с миром. А потерять мир можно? Ну, пока я не вижу как. Не, ну у нас же и вот мы только что, стихотворение наше замечательное, да? Там вообще ничего нет, никакого мира. А язык есть? Нет, ну это... Степень утраты, надо просто правильно определить степень утраты языком мира. Ну, вот когда мы говорим, по-моему, по-моему так. Когда мы говорим, что признак существует независимо от отношения, признаком которого он является, то мы убежали, мы убежали в локую кузыр, которая там бодряча с кудренкой какого-то. Вообще, у вас хоть есть там еще этот дик, который... Ну, как бы понятно, что это как бы ликий, дикий, то есть это ассоциация поэтическая. В общем-то, как бы не чистая форма. Глокая кузыр абсолютно отстраненная форма. В вашем стихотворении несколько слов привлечено. Ну, в общем-то, поэзия — это не лингвистический опыт, а поэтический опыт. Поэтико-лингвистический опыт. Там половина вот беспредметности языка, половина от поэтической метафоры. Все это вместе очень мило складывается. А выражение типа «глокая кузыр» — это можно придумать таких... Ширмная мыздра. В общем, можно так сидеть и развлекаться, не имея никаких поэтических... Поэтических целей. Да, по-моему, ради мне мешать. Не имея никаких поэтических целей. Мир вроде бы потерян. В «глокая кузыри» мир вроде бы потерян. Куда еще его терять? Потому что... В этом состоит какая-то проблема... О беспредметности языка мы говорили. А когда веселая девочка бежит, девочка-то потеряна? Не девочка как субъект предикации, а девочка настоящая, которая на самом деле бежит. Мир потерян уже потом... Девочка потеряна. Потому что мы в языке не устанавливаем предикацию, а конкретизируем предикацию. Это прилагательное, то, что она... То есть если бежит, то это глагол, что она бежит. Поэтому девочка потеряна. Нас интересует только отношение «а» и «ид». Отношение «ид-ид». И все, что нас интересует. То есть это чистая форма. Да. Ситуация эта утрата, она задает онтологическую структуру мира своеобразную? Или она является чем-то случайным? Ах, и в этот раз не удалось высказать. Ах, и завтра мне опять не удастся. Ах, ах, ах. Или она все-таки издает некую онтологическую ситуацию утраты? Утраты девочек, мальчиков. Клочков бумаги, да. Клочков бумаги, да. Ну вот Деррида же говорит, что это мир... Язык всегда опаздывает к событиям мира, не успевает их высказать. Его можно тоже понимать двумя способами. Первым способом, что он задает некую ситуацию фрустрации. Ну вот не удалось, блин. Пытался, пытался, не получилось. Это источник моего невроза. А вторая ситуация, это когда он задает онтологическую структуру мира. И вот здесь точно так же. Он задает онтологическую структуру мира? Согласно лекциям, что Василий Михайлович задает. Потому что любая форма именно не задает как бы структуру мира. Да, но тогда эта онтологическая структура требует себе дополнительного описания. Уже светочного не на отношения, не на удержание морфем вслед за языками, а именно на ситуацию утраты мира. Ведь утрата мира тоже должна быть как-то явлена для нас. Видите, я что-то хайдегирянским языком практически заговорил. Таких хайдегир занимался языком. В общем-то, эта проблема насущная. Потому что лингвистическая философия сейчас царствует фактически. Какой ли то или иной вид. Вот такое ощущение, что лингвистическая философия настолько попадалась миру, что она, не знаю, даже вообще от него ушла. Она и язык потеряла. Она язык потеряла. Все потеряла. Один большой симуляк остался вместо языка. В большей симуляк это замечательно. Но что логически мы получили. Я с самого начала еще сегодня сказал, что если мы поймем, как опосредованы стоящие в ряд отношения мысли с собой, то мы поймем, мысль поймет себя как причину себя. Потому что выстраивание в ряд – это скорее осуществление себя как причины себя, а не сознавание себя как причины себя. Потому что выстраивание в ряд, отношение тольчества между отношениями тольчества – это неэксплицированная ситуация. Это действительно действие причинения себя, действительно кауза суи, действительно высокая позиция, но не сопровождающиеся сознанием того, как ты... А когда мы поняли опосредование, различили его в себе и определили его, сказали, что сначала это различение опосредования, а затем уже стоящее являет отношение. Сначала опосредование, отношение о посредствующих отношениях, а затем и вследствие этого уже отношения между отношениями мысли с собой, отношениями тоже между мыслью с собой, то тем самым мы действительно осознали, как происходит кауза суи, как мысль определяет себя в качестве мысли. И это достигается только в языке. Мысль познает себя причиной себя, не просто осуществляет себя, еще раз скажу, в ряд выстраивается сама себя, осознает, как этот ряд происходит, как действительно опосредованы эти два отношения мысли с собой. И это понимание того, как это опосредование происходит, осуществляется в языке. Так и поделяется место языка в логике. То, что вы просили с самого начала, да? Мне очень кажется, здесь возникает сразу вопрос. Получается ли так, что для языка это, в общем, субъект, то есть сознание или мышление, которое себя опосредует, что оно не нужно? Язык как бы сам из себя стихией, и все. И она вбирает в себя, кто-то отдельный сознание, могут на этом языке себя выражать, но для самого языка это все как бы лишнее. То есть язык это какая-то интерсубъективная, скорее, структура. А мы, получается, что как бы остаемся в рамках логического рассмотрения, что есть какое-то сознание, да, оно там, мысли, и мышление себя опосредует и прочее. Но это и взята вот эта структура и логика. А язык, скорее, это вот та стихия, к которой мы подключаемся, и которая помимо нас существует. Не которую мы воспроизводим, а которая сама есть. То есть есть мир, да, и мы к нему подключаемся. Есть язык, и мы к нему подключаемся. Ну, была, к миру мы не подключались, слава богу. Не, ну мы-то лично не подключались, я просто по аналогии. Что язык как своего рода мир, который помимо нас. То есть мы можем рассуждать о том, что мы в языке мышление себя опосредует. Но для самого языка это как бы все равно. Ну, Влад, что я могу вам сказать. Мир тоже совершенно все равно нужен. Философ стоит, родина, родина и мысль. Вот мир, вот кому-кому, а миру. Мы вывели мир из... Мы вывели понятие вещи и свойства там, единство места, потом вещи, потом отношения вещей. Это мы вывели, высосали из пальца. Буквально из пальца высосали. Но самим вещам можно сказать, как бы какой-то от этого делал. Была вещь, вещь и осталась. Это не совсем правильное построение. Но вопрос остается, конечно, если мы так действительно логично, так логично подключили язык, как момент логики, когда мысль уже не просто воспроизводит себя еще раз, мысль сознает, как именно она воспроизводит себя. И вот сознание того, как именно воспроизводит себя, это и есть сознание языковых форм. То вопрос остается, это сознание языковых форм предпослано все-таки, или мы его... Ну, я не знаю, может, это праздный вопрос. Предпослано или... Мне кажется, что это праздный вопрос. Каким-то образом... Ну, как... Что побуждает... Ну, вообще, как сказать... Ну, понятно, что первичник курицы или яйца здесь, это просто никогда не ответить. Ну, наверное, да, наверное, да. Мы чему радуемся? Мы знаем, что есть вещи-свойства. Мы сумели прямо из пальца высадить вещи-свойства, сказали, какие технологические шаги делают это. То есть мы рады тому, что наше построение соответствует, как бы, ну, не знаю, от века данным развлечениям вещи-свойства. Вот мы его получили из ничего. Мы получили то, что люди нас-то и знали. Знали всегда. Вот такого рода разговор, действительно, наверное, действительно, курицы и яйца. Но в языке мыслей как пока, по крайней мере, получается, в языке мысль постигает себя причиной себя. Если до языка мысль причиняла себя, то в языке мысль сознаёт себя причиной себя. Сознаёт себя кауза суе. И это как бы вот... Может даже соответствовать туицу языка, потому что язык действительно... Если я именно в языке сознаю себя причиной себя, то я, ну, некоторым образом, свободен, что ли. Именно в языке... это не как? У них же всё остаётся в мышлении, там, языковая стихи есть несущественные. Музыка не остаются... Они остаются в... созерцании. У нас с вами созерцания нет. Это, кстати, ещё один огромный вопрос. Что если я остановился, девочка весёлая, девочка грустная, девочка бежит, девочка сидит, то какова необходимость дальнейшего движения? У нас всегда была необходимость дальнейшего движения. Я не очень понимаю, может быть, здесь сознать себя, причиной себя обязывает действовать? Или, может быть, так, есть это движение, необходимое движение причинения себя, вот этот ряд в отношении тоже лица мысли с собой, он неостановим. Мы останавливаем его условно, чтобы выстроить вертикаль, языковую вертикаль. Вот. Но в принципе, языковая вертикаль только строится на основе сопоставления вещей. Должен быть сначала предикат, предикация двойная, парная предикация двух вещей, тогда только можно расти вверх, создавать, уточнять предикацию в языке. В общем, не очень складно получается у меня, откуда необходимо дальнейшего движения. Именно вверх, язык. Но оно должно быть. А в отличие от Декарта, я много раз на этом останавливались, это совершенно Спиноза, Декарт, у них созерцание. У них созерцание. Мысли селедного существу, это созерцание. Оно спокойно, оно равно себе, я равно я, фиг ты. Это созерцание. У нас в этом созерцания нет. По крайней мере, до сих пор не было созерцания. Никогда. Все время движение. Предмет становится. А это все, на самом деле, это все от дуализма. Мысль равная себе, ей противостоит предмет, который тоже равен себе. А у нас с вами предмета нет. феноменология духа. У Гигеля предмету дается форма бытия, но содержание предмета явилось извне. А раз содержание явилось извне, то и перемена содержаний происходит извне. поэтому день сменяется ночью. Я в десяти лет ими изумлялся, почему вдруг ночь сменяется днем. У Гигеля точнее, не день ночью, а ночь сменяется днем. Потому что предмет изначально по содержанию дан извне. Сознание отличает от себя нечто, чем оно в то же время соотносится. Соотносится оно с предметом как с бытием, передаваемому форму бытия, форму есть. а содержание приносится извне, поэтому сознание отличает себя. Гигель мог бы и разъяснить эту замечательную таинственную фразу, но в общем-то не разъяснил. Я буквально этим летом догадался, что форма предается сознанием, а само содержание, а именно ночь, приносится извне. Кант известный дуалист, Гигель более скрытый дуалист, а Кант совсем дуалист. Он просто явно форма на поверхности. Вот вам формы, вот вам. вещи, да, скрытый дуалист. А из дуализма вытекает, что с одной стороны я равно я, с другой стороны приходит внешний предмет. у нас с вами нет дуализма. Предмет становится в форме, его нет. Гигель и есть, ночь, которая есть бытие. А еще раз, раз предмет есть, то есть и смена. Если предпослан предмет, то предпослан и смена предметов. что ж тут, чем он тут удивляться. Я все удивлялся, удивлялся, перестал удивляться. То есть у Витя все-таки есть власть сбытия, а у нас полностью власть с сознанием. Конечно, у нас меня становится в изначально данной форме. Власть поменялась и мы властны до всем. Никаких проблем ничего не появляется из них. Никакие корни. Ничего не сменяется. Да. Совершенно солнечное такое представление о мире. Хорошо. Давайте было собираться через полчаса у нас съемки в другом месте.